В Москве прошел международный фестиваль культур «Восточный базар Тюбитейка». Кыргызстан в этом году представлен очень широко. Приехали рукодельницы, ювелиры, дизайнеры и музыканты. Эта площадка предоставляет участникам уникальную возможность показать культуру, традиции и обычаи своего народа. Это панно называется «Стрелы жизни». В нашей жизни столько препятствий, столько запретов. Но, несмотря на это, мы должны верить, что в конце концов будет развитие, в конце концов мы пойдем вперед, что наша человечность, наше воспитание, наша культура вынесут в нас прекрасную, беспрепятственную дорогу. У каждого изделия, расшитых на них узорах, сокрыт особый смысл – послание. Раньше его приданное давали, как свадебный сейп. Этот ковер, каждый узор имеет свое значение. Это письмо, это письмо Бата. Вот здесь вот узор, как белая река, чтобы она без изгибов, чтобы твоя дорога была прямая. Мы желаем тебе солнца, много солнца, желтый цвет. Внимание зрителей приковывала экспозиция, посвященная произведениям великого писателя Чингиза Айтматова. Это, например, образ Манкурта. Чингиза Айтматов говорил, что человеку трудно быть всегда, каждый день быть человеком. Например, вот этот вот образ Буэны. Невозможно представить Кыргыза без юрты. Деньги на ее приобретение Дамира Казакпаева копила не один год. Например, я ребятам показывала вот джаргалчак. Они не знают, что это такое, не знали. Я им рассказала, показала. Они сами попробовали. Еще говорят, как трудно крутить. Я говорю, вот ваши предки, бабушки, крутили и всех детей кормили. Смотрите, обсерватория юрта, а внутри что только есть, все есть. И вот поэтому это наша крыгская философия, она выше стоит. Надо популяризировать, чтобы наше молодое поколение знали свои истоки, корни и наши традиции, обряды. На фестивале с большим успехом прошел показ крыганских дизайнеров. Платье с национальным колоритом не оставили равнодушным московских модниц. Нынче в сезоне что в тренде? В тренде практичность. Это, конечно, повлияло и ситуация пандемическая, и это повлияло и на цвет моей коллекции. Темно-серый, это не, как сказать, темно-серый свет, в моем понимании, это покой, это покой души. Сохраняя культуру, принимая свои корни, изучая языки и традиции соседей, мы становимся только богаче, говорят организаторы фестиваля. Мы расширяемся, потому что границы, это действительно, это только условно, это наше в голове. Мы здесь можем абсолютно быть вместе, перемешиваться, и здесь вот уже сейчас неважно, и никто уже не задает вопросы, наше это или не наше. Все просто восхищаются красотой. У культуры нет границ, но есть традиции. Соблюдая их, передавая из поколения в поколение, мы сохраним идентичность своего народа.